Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хотел бы рассказать о том, чем грозит взаимодействие с тенью. Я уже давал множество каких-то смутных предупреждений, которые, ну, большинство людей только заинтересовали. В своей первой книге я рассказываю о тени, но тоже вскользь, и просто, так сказать, даю обзорную информацию, но не предостерегаю конкретно. Сегодня я хочу рассказать конкретно, чем может грозить ваше взаимодействие с тенью. Как я говорил, тень, в принципе, не тьма. С ней работать можно, но только если вы очень опытный маг и очень уверены в себе. Почему? Потому что всегда есть некоторые нюансы. Даже в работе со светом есть свои нюансы, и, ну, так сказать, отстаивать свои интересы вам все равно нужно самому. Многие наивные люди спрашивают у меня, как это, вступать в свет с контрактом? Это же служение, это же от души. Зачем контракт? Потому что без контракта вы, скорее всего, ничего не получите для себя, и у вас даже не будет возможности развиваться. Ну, хотя бы магических сил попросите контрактом, но как-то же нужно пользу свету приносить ваша искренняя вера, она, ну, это, конечно, здорово, но это не религия света, это мало что вам даст. Ну, что ж, теперь о тени. Дело в том, что тень не имеет своего стационарного, так сказать, источника энергии, как свет или как тьма. Тень находится между ними и является такой равновесной силой, но которая значительно слабее и той, и другой стороны. Но в чем дело? Дело в том, что не имея собственного источника энергии, тень идет на очень выгодные с точки зрения людей контракты. То есть тень может дать прямо вот физические способности определенного рода. По уговорам моего ученика я буду учить магии тени в школе практически светлой магии после общего и углубленного. Потому что это нужно быть уже очень серьезно подготовленным. Так вот, тень, она готова дать вам гораздо больше и в эквиваленте энергии, и в эквиваленте возможностей, чем и свет, и тьма. Но! Всегда есть одно но. Тени нужны адепты. И тени очень желательно, чтобы вы остались с ней в посмертии. И это не слишком выгодно для вас, потому что тень, как и большинство других эгрегоров, это все-таки тупик. При этом в тени, а еще будучи живым человеком, вы уже можете начать некоторые изменения. Ну, как минимум, безэмоциональность, такое отношение к людям, их жизни постепенно может поменяться. И тень всегда старается втиснуть в свой контракт какой-нибудь пунктик, чтобы адепт, так сказать, немного перестроился. А если не может втиснуть в договор пунктик, то просто втиснет вам в поле какого-нибудь маленького, милого, пушистого зверька, который выпьет вашу душу. Ну, я, конечно, утрирую душу, выпить сложно, но, тем не менее, будет передавать часть вашей энергии тьме и будет серьезно гасить ваши эмоции. Вот эта магическая, знаменитая безэмоциональность, холодность, некоторая отрешенность, это ерунда по сравнению с тем, что тень делает со своими адептами. Это не то, чтобы прямо плохо, это не то, чтобы прямо ужасно, но вы в посмертии действительно можете лишиться своей души. Не потому, что там у вас ее отнимут, пожрут или что-то еще, просто вы станете, ну, фактически не совсем человеком, ближе все-таки к астральным бездушным сущностям. И это не очень хорошо. Ну, подробности по понятным причинам я в открытом доступе рассказывать не могу, но надеюсь, что хотя бы такое предостережение убережет кого-то из моих подписчиков от необдуманных шагов и сомнительных контрактов. Благодарю за внимание, с вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью, вступайте в школу практической светлой магии, приобретайте мои книги и записывайтесь на ежемесячные онлайн мастер-классы. До встречи!